Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Президент Татарстана Рустам Мениханов прибыл с визитом в Казанский федеральный университет. В КФУ проходит первый международный научный симпозиум «История культуры Золотой Орды». Сотрудники КФУ представили разработки по VR-технологиям. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл президент Татарстана Рустам Мениханов. Ему было рассказано о планах на реставрируемые здания. Об итогах визиты мы расскажем вам далее. Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и представители Кабинета министров Татарстана посетили Казанский федеральный университет. Они встретились с руководством КФУ во главе с ректором Эльшатом Гафуровым. Во время обхода были подняты вопросы строящихся и реставрируемых зданий. Так, для развития университетской клиники требуется расширение площадей с целью организации лабораторий и дополнительных мест в стационаре. В хирургическом стационаре, расположенном по адресу улицы Ершова 2, необходимо благоустроить парк на территории клиники и провести ремонт палат. Во время осмотра корпуса КФУ на улице Карла Маркса 43 было решено сохранить все этажи и вновь сделать полноценным учебным корпусом. После окончания работ здесь будет размещен Институт международных отношений. Завершился визит президента Татарстана в Казанский федеральный университет посещением учебного корпуса, расположенного по адресу улица Кремлевская, 25. Здание предполагается использовать для целей подготовительного факультета КФУ. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин по традиции вручил государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологии, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год. В числе награжденных в этот день научный руководитель Института востоковедения РАН, академик, исламовед и политолог, руководитель Международного координационного центра «Исламикл» Казанского федерального университета Виталий Наумкин. Ему просуждена государственная премия в области науки и технологии 2018 года за выдающийся вклад в востоковедение. А теперь другим новостям. Первый научный симпозиум, посвященный 750-летию Золотой Орды, истории и культуры Золотой Орды, начал свою работу в Казанском университете. Подробнее далее. С 12 по 15 июня на базе Института международных отношений КФУ проходит первый международный научный симпозиум «История и культура Золотой Орды». Симпозиум станет очередным крупным событием в научной жизни исследователей золотоордынской тематики и проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом, Академией наук Республики Татарстан и Стамбульским государственным университетом, которое предусматривает проведение ряда российско-турецких форумов, посвященных 750-летию образования золотоордынского государства. У Татарстана и у Казани, у Казанского университета очень много проектов и различных научных тем, которые осуществляются с Турецкой республикой, это как гуманитарные, так и естественные научные проблематики. Данная встреча является частью общих исследовательских проектов в этом направлении. Это на сегодняшний день является реализацией той большой работы, которую ведет Казанский федеральный университет в этом направлении. Говоря о перспективах, я хотел бы особо обратить внимание, что турецкие коллеги очень заинтересованы в том опыте, который у нас сложился в целом научной школе по средневековой археологии, средневековой истории. Ну и применительно нашей теме, это к теме Улу Саджучи или теме Золотой Орды. В рамках симпозиума будет работать пять секций, на которых будут обсуждаться проблемы золотоордынской археологии и зарубежной историографии Золотой Орды. Для меня сегодня большая честь присутствовать на этом международном событии, посвященном культуре и истории Золотой Орды. Я представляю здесь Министерство культуры. Хочется отметить, что это мероприятие проходит в рамках Года туризма между Россией и Турцией. И этот симпозиум, который проходит в историческом городе Казань, является безусловно важным и значимым событием. Стоит подчеркнуть три аспекта этого мероприятия. Первое, это то, что во всей географии Европы и Азии государство Золотая Орда имело великую культуру, которая по сей день несет свои отголоски. Второе, географическая значимость. То есть такие города, как Сараево, Баку, весь Турцкий мир на протяжении нескольких веков вносил свой вклад. А третье, это личности, которые выросли на Казанской земле. Габдула Тукай, Мусабигиев, которые, родившись здесь, просвещали весь Турцкий мир. Золотая Орда – крупнейшее государственное образование Евразии. Один из ярких центров средневековой цивилизации. Органически связанный с развитием богатейшей материальной и духовной культуры его наследия. Со сложными этапами этногенеза и этнической истории татарского народа, всех его этнографических групп и другими народами этого государства. Я хочу подчеркнуть, что международные отношения – это не только политика и экономика, это в первую очередь история и культурные связи. Это мероприятие будет продолжено еще и на площадке Стамбульского университета. Я всегда говорил и буду говорить, что Казанская археологическая школа является лучшей в мире. Для нас она стала хорошим примером. Сейчас мы развиваем сотрудничество и в этом направлении. Хочу поблагодарить Казанский федеральный университет в лице ректора за проведение такого мероприятия. Всего на симпозиуме будет прочитано более 20 докладов ведущих отечественных и зарубежных специалистов по истории Золотой Орды. Труды, созданные в Казани 100 лет назад, 150 лет назад, они до сих пор уважаемы во всем тюркском мире. И очень приятно, когда наши турецкие коллеги приезжают и с самых первых слов говорится о той роли, которой сыграла Казань, о той роли, которой сыграл Казанский университет, о той роли, которой сыграли ученые Казани, я бы еще упомянул и Хасан Гатагабеши, сыграли для истории тюркских народов. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Сотрудники Казанского федерального университета приняли участие в подготовке дорожной карты цифровой экономики по VR-технологиям. О том, что они представили и каким проектом сейчас занимаются разработчики, смотри в сюжете. Сотрудники Казанского федерального университета представили свои разработки в подготовке дорожной карты цифровой экономики по VR-технологии. Ее защита прошла в рамках ежегодной конференции цифровой индустрии промышленной России 2019 в Иннополисе. Мы принимали участие в качестве экспертов по виртуально дополненной реальности, потому что мы в принципе достаточно много в этом комьюнити общаемся и у нас очень большой научный релевантный опыт, очень большой продакшнный релевантный опыт. Мы говорили, в том числе и о наших разработках, их не так уж и мало, это виртуальная лаборатория, виртуальная хирургия, которую мы внутри КФУ разрабатываем. В рамках дорожной карты свои прошлые проекты и будущие разработки представили сотрудники научно-исследовательской лаборатории дополнительной виртуальной реальности разработки игр Высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ. Сейчас сотрудники занимаются научным проектом по замеру эмоций, чтобы виртуальная реальность подстраивалась под состояние человека. Все началось, наверное, с размышления о том, как сделать обучение виртуальной реальности более захватывающим и интересным. Виртуальная реальность позволяет погружать человека в среду, благодаря эффекту иммерсивности. Но было бы интересно, чтобы эта среда еще и под человека подстраивалась. Для этого мы берем эмоциональное его состояние, измеряем с помощью специальных устройств, это там и ЭКГ, и ЭГ, какие-то другие датчики. И в конечном счете получаем полную его эмоциональную картину, то есть как человек себя чувствует, что он ощущает в данный момент, золото или ему скучно. И под это подстраиваем виртуальную реальность. Сотрудники лаборатории отмечают, что имеют большой опыт в научных и коммерческих проектах и надеются дальше развивать проекты с дополнительной и виртуальной реальностью. Анна Глазунова, Ленардо Валитьяров, Универньюз. Елабужский институт Казанского федерального университета принял эстафету флага WorldSkills 2019. О том, как это было, смотри далее. Елабужский институт Казанского федерального университета принял эстафету флага WorldSkills 2019. Главный символ 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству прибыл на Елабужскую землю 11 июня и побывал на нескольких площадках, занимающихся подготовкой профессиональных кадров. Студенты Елабужского института Казанского федерального университета, не раз принимавшие участие в республиканских и всероссийских турнирах WorldSkills, сегодня смогли приобщиться к международной эстафете, проходившей через 20 стран и более 20 регионов России. Сегодня Елабужский институт и наша университетская площадь являются свидетелем марафона флага WorldSkills Казани. С удовольствием всех поздравляю с этим событием, которое впервые пройдет в нашей республике, с огромным охватом участников со всего мира. Это большая ответственность и большое уважение и к нашей республике, и к нашей стране. Чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани с 22 по 21 августа. Ожидается, что в нем примут участие около полутора тысяч конкурсантов из 60 стран мира. На соревнованиях будут представлены 56 профессиональных компетенций по направлениям инженерные технологии, дизайн, информационные технологии, сферы услуги, логистика. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Айнур Нурмеев, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok